Инга Мизеря, наш корреспондент, который вместе с ветеранами Афганской войны, это восьмая афганская сотня Майдана. Вот люди собрались перед нашей студией. Цель этого действия. Добрый вечер. У нас уже более ста человек, и боевая разведывательно-дозорная машина тоже здесь. Между прочим, купили они её и восстановили собственноручно. Но приехали они сюда, к нам, для того, чтобы зачитать своё обращение к политикам. Я передаю слово Николаю Семеняки. Он представитель восьмой афганской сотни и, помимо этого, глава районного совета Барышевского района Киевской области. Добрый день, страна. Добрый день, студия. Значит, мы афганцы, восьмая сотня. Сегодня, когда наша страна находится во всех всевозможных видах кризиса, мы с большим удивлением и неприятием со всей страной наблюдаем, как два наших кандидата в президенты, в президенты конкретно, которые имеют наибольший рейтинг. Мы имеем в виду Юлию Владимировну и Петра Порошенко. Мы просим следующего, требуем, мы не просим, а требуем, сесть за стол переговоров завтра в 12 часов дня. И чтобы у нас в стране был единый кандидат, значит, получается следующее. У нас сейчас большой кризис в стране. Когда мы проведём одни выборы, потом вторые выборы, кто может сказать конкретно, что может между первыми и вторыми случиться выборами. Когда сейчас в Донецке война, в Одессе война. Поэтому мы требуем сесть за стол переговоров и предоставить нам единого кандидата. И чтобы в первом туре была победа. Спасибо.